еще раз покажу это очень важно я был жил в колхозе нет не так военный городок возле у нас была огромная выгребная яма подчеркиваю не как у меня где все остается навсегда а именно выгребная то есть я там никогда не видел никаких предметов сейчас что выйти на свалку все мы живем богато мы не успеваем менять мебель не успеваем менять оборудование все что угодно обувь тряпки мы это все вот перед вами вот это вот есть та самая канцерогенная среда вон они дома видели вот это есть а в то время я почему сравниваю потому что это учебный фильм и так большая яма я как вспомню сколько там опарыши было для рыбалки ужас все перегревало и вот подъезжают грузят на телеге так и потом когда я бродил по окрестным лесам и полем я видел почему скорлупа есть очень много скорлупа есть но рядом деревни чем военные покупали у них подешевке конечно есть и вот я вижу прямо весной перед этим самым потому что вот уже колосится рожь колосится пшеница и видно что вся все это в скорлупе то есть практически все шло в дело практически вся вот это вот из земли вышла в землю вернулась так ведь ну что клюют те же птицы то же зерно которое вот это вот вот это было сейчас творится невероятно там наверху только говорят про экологию там наверху ни хрена никому ничего не надо ведь это же не я придумал вот фотографии я только набрал вот в интернете мусор фото мусор и все вот это вот это все по всей стране страна огромная вот ну все равно я загаживаю а я помните предлагал кроме пластика и стеклара остальное все надо вывозить себе и закапывать по те же деревья ну то есть ям в ям в ям в ям вот вот вам и это я просто вынужден еще раз говорить я привел вот этот пример да что когда-то все было не так там все это выгружалось там фактически не было вот то что мы называем мусор то есть там было только мусор который годен переработку вот ну знаете что что может быть там от стола остается картофельные эти самые прочее прочее вот так все изменилось вот так вот все изменилось и мы обречены вот на эти болезни бесконечно и никуда не денется и в таких местах плевать на то что здесь канцерогенное заболевание 50 раз больше трагедии людские страшные вот и ничего не придумано а пожигать еще страшнее будет вот но я не имею права не говорить а по красному хутору ездит машина всех у меня этот самый предупреждение в суд я ни одной машине ни разу не подошел я не выбросил ни и списки не это не гвоздика ничего еще там что я мог выбросить я ни разу не подошел к вашими а с меня требуется как я платил платил уже накопилось несколько тысяч рублей и мне грозят судом я хочу чтобы президент страны или хотя бы премьер министр взяли лопату выкопали яму можно охрану попросить помогут и собрал послеобеденное все что остается и туда яму кинул демонстративно можно листьев добавить а если нельзя это они листья принадлежат дереву вот этим будущим поколением садоводом будущем ведущим я на самом деле это будет ведущим потому что кому нужны умные помните поговорку нам умные не нужны но верные можно она не верная она будет ставить свое вот как попадет на работу ведущий так и потеряет ее скажет ты что с ума сошла листья оставлять под деревом даже зимой листом грызущие насеком вот ты что наговорила нашу страну как можно листья оставить не понимая что лист упавший лист на дерево это одно и то же нам не предназначить вот значит что получается был повод поговорить сейчас связь вот как была в той деревне где целый городок сбрасывал а потом все возили в пользу и урожай это были какие я сам участник мы собирали с левых деревьев мы собирали также по принципу да нет тут уже даже просто как у нас команда поступала в школу нам давали я забыл в чем собирали помидоры вот и помидор была на валу урожай были хорошие рожь и пшеница густо густо вот и получается что сейчас в связи с тем что заставить не все имеют дачу и датчиком не заставить тогда нужен новый фактор он появился как вместе с датчиком нужны особая компостная яма наподобие силосных вот то что была та яма выгребная с телегой но уже другие масштабы и где-то когда-то когда к власти прийти власть вот так вот будет вот так вот она должна быть как китая я не скрываю это говорю вот расхлябаны чтобы прекратиться и тогда ни один человек пластиковую бутылку не кинет в тот бак где картофельные очистки и наоборот вот так будет когда нибудь вот тут надо не пугать надо людям внушить ребята все приехали дальше так нельзя жить вот густо